Приветствую всех! Сегодня готовим очень быструю, очень легкую королевскую ватрушку. Ну или ее еще называют насыпной пирог с творогом. Но я добавляю туда яблочко. И начинаем мы с начинки, а точнее с яблок. Берем яблоки и нарежем их небольшими кубиками. Я готовлю такую ватрушку и без яблок, но с яблоками, мне кажется, она все-таки получается сочнее, вкуснее. Иногда добавляю изюм, зимой особенно. В общем, здесь начинка, это на ваше усмотрение. Итак, 2 яблока нам будет вполне достаточно. И сейчас перенимаемся за творог. 400 грамм творога смешиваем со стаканом сахара. Добавляем немножко ванилина. И 3 яйца. Все хорошенько перемешиваем. Не удивляйтесь, у меня начинка получится такая прям желтая-желтая, потому что яйца домашние, желток очень яркий. Поэтому, если вы будете готовить на магазинных яйцах, ну, конечно, начинка будет светлая. И теперь осталось приготовить тесто. Для этого 250 грамм масла. Лучше его поместите на несколько минут в морозилку и потрите на крупной терке. И сейчас масло берем и опускаем в муку. Три стакана муки нам понадобится. Берем, просто опускаем. Стараемся, чтобы оно не слиплось. И аккуратно вот так вот все вместе смешиваем. Нам нужно, чтобы масло с мукой, они приняли такое рыхлое состояние. Сейчас сюда добавим стакан сахара, щепотку соли сюда добавим и чайную ложечку разрыхлителя. Все перемешали и вот так вот быстро и просто готово тесто. Оно должно получиться, видите, как такой рассыпчатый песочек, бело-молочный песочек. Ну и осталось собрать пирог. Берем чуть больше половины теста, высыпаем в форму. В форму хорошо смажьте маслом сливочным. Разоравняйте. И даже слегка можно так вот трамбовать. Сейчас на нижний слой теста высыпаем половину яблок. Выкладываем творог. И пусть вас не спущает, что он получается довольно-таки жидким. Так пирог будет сочнее. На творог снова выкладываем яблоки. Можно вообще сразу смешивать яблоки с творогом. Иногда я добавляю корицу, тоже очень вкусно. Но единственный цвет получается коричневатый. И сверху снова посыпаем нашим тестом. А сейчас ставим в духовку на 170 градусов. Минут на 40-45. Смотрим, чтобы верхняя корочка у нас не темнела. Если что, накрывайте фольгой. Сдерживаем с себя, что есть мочи. Потому что запах пойдет обалденный. Потом вынимаем и остужаем. Вот это вот самый сложный момент. Нужно хорошо остудить пирог. Признаюсь честно, он у нас не всегда удается. Мы любим его в горячем виде. Но сегодня ради видео для вас попробуем. Итак, отправляем пирог в духовку. Вот пирог испекся. Я, конечно, не сильно прям его вот так вот охладила. Он еще тепленький. Но попробуем его вынуть. А теперь режем. Просыпчатый пирог получается. Видите, он получается как многослойный. Тесто, яблоки, творог, яблоки, тесто. Чем, кстати, он холоднее, тем легче он нарезается. Поэтому его и рекомендуют охлаждать. А теперь попробуем. Вы знаете, это один из моих любимейших пирогов. Потому что, ну, ватрушек, не важно. Потому что готовится очень легко. Но получается очень вкусно. И тесто нежное получилось. Вообще не сухое. И творог, и яблочки с яблоками. Вот я еще раз говорю. С яблоками я люблю особенно. Классно. Ставим лайки, подписываемся на канал. Приятного аппетита и пока!